Привет! Вы на канале Аэропортал. Подходит к концу 2024 год. В этом ролике мы подведем итоги по главным отечественным проектам гражданской авиации и посмотрим, насколько они продвинулись за этот год. Перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на нашу группу ВК и на наш Рутюб канал. Это наши запасные аэродромы и ролики выходят там на сутки раньше, чем на Ютубе. Ссылки вы найдете в описании. А теперь пристегни термани безопасности, мы взлетаем. Начнем с регионального самолета Ил-114-300. Кратко напомню, это российский турбовинтовой ближнемагистральный самолет. В этом году в конце марта по сообщениям ОАК была возобновлена программа летных испытаний, в рамках которого совершил свой первый полет второй опытный самолет с аэродрома филиала ОАК ЛАЗ имени Воронина. К концу года данный самолет выполнил 12 тестовых полетов с того же аэродрома. Весной следующего года ожидается начало тестовых полетов третьего опытного образца. В июне этого года ОАК озвучил первого заказчика данного самолета. Это авиакомпания Red Wings. По заявлению главы ОАК, авиаперевозчик получит первые три машины. Во многом реализация данного проекта зависит от поставок турбовинтовых двигателей ТВ-7, 117 и СТ-01. Согласно информации на ноябрь 2024 года, план выпуска двигателей на предприятии ОДК Клима в Санкт-Петербурге следующий – 12 единиц в 2025 и 2026 годах. В 2027 году завод рассчитывает удвоить это число – 24 двигателя в год. Министр также уточнил, что рынок самолетов подобного класса составляет примерно 1000 единиц в год. До этого министр заявлял, что у ИЛ-114 есть понятная ниша – в Латинской Америке, странах Азии и Африке. В итоге план на производство данного самолета следующий. Сертификацию данного самолета планируется завершить в конце 2025 года. Первые три самолета вышеупомянутому заказчику должны поступить в 2026 году. С 2027 года предполагается увеличение выпуска до 12 самолетов в год. Переходим к следующему самолету – ИЛ-96-400М. Напомню, это российский широкофюзеляжный самолет. После первого полета данного лайнера в 2023 году его упоминание в новостной повестке значительно сократилось. И вопрос о запуске данного самолета в серию сейчас не актуален, поскольку приоритетная задача для данного лайнера – это замена ИЛ-96-300 в специальном летном отряде «Россия». Данный самолет по его нынешним показателям объективно не выгоден для эксплуатации в коммерческих целях. Отчасти эту проблему способен решить новый двигатель ПД-35, но его выпуск планируется только 2030 году. Такой временной интервал по нынешним потребностям рынка не является приоритетным решением. И в ближайшей перспективе серийного выпуска данного самолета не ожидается. Переходим к следующему самолету – Ту-214. Это российский среднемагистральный узкофюзеляжный самолет. В январе были достигнуты договоренности между Аэрофлотом и ОАК о салоне будущих самолетов. Компоновка предполагается следующая – 175 кресел, 12 бизнес-мест и 163 в классе эконом. Шаг кресел в бизнес-классе составит 96 см, в экономе – 78 см. Сидение предполагается оснастить розетками и USB-разъемами, обеденными столиками, а для бизнес-пассажиров будут выполнены и коктейльные столики. Согласно инвестпроекту льготного лизинга по поставке будущих самолетов, первые пять Ту-214 должны быть поставлены до января 2025 года. В феврале этого года первый восстановленный Ту-214 выполнил пассажирский рейс Москва-Сочи в рядах авиакомпании Red Wings. Также в марте этого года парк данной авиакомпании пополнился восстановленным Ту-204. В ноябре в Казани поднялся в воздух первый импортозамещенный Ту-214. Это самолет с регистрационным номером RA-64509. Данный борт выполнял полеты 2007 года в авиакомпании Transair. В 2015 году авиакомпания прекратила полеты, и самолет находился на хранении. В июне 2024 года борт прошел процедуру восстановления летной годности, и самолет снова поднялся в воздух в качестве летающей лаборатории. В июле самолет был перекрашен в цвета ОАК, и в ноябре с установленными российскими комплектующими поднялся в воздух, что дало начало новой фазе летных испытаний. В декабре в СМИ появилось заявление руководителя Республики Татарстан о выходе на производство 20 самолетов Ту-214 в год на Казанском авиационном заводе в ближайшие два года. Цитата. «В ближайшее время, я уверен, в течение двух лет мы должны выйти на производство 20 самолетов в год. Идет огромная модернизация Казанского авиационного завода. Самое главное сейчас – цех мехобработки». Переходим к следующему самолету, а именно к новой версии Суперджета. Это российский узкофюзляжный ближнемагистральный региональный самолет. В декабре в Ростехе заявили, что импортозамещенный Суперджет в этом году выполнил 15% сертификационных полетов. Остальные 85% планируется выполнить в 2025 году, примерно 170%. В рамках данных полетов проводились проверки российских агрегатов и систем. По их результатам, цитата, «самолет показал хорошие характеристики устойчивости и управляемости». Конец цитаты. Испытания проводятся с установленными двигателями Сам-146. Начало испытаний с ПД-8 ожидается в 2025 году. В ноябре вышеупомянутую авиакомпанию Red Wings был передан новый Суперджет, который был произведен в этом году. Данный борт оснащен франко-российскими двигателями Сам-146. Оборудован сотнюю креслами только эконом-класса. По информации авиакомпании, самолет будет базироваться в Екатеринбургском аэропорте Кольцова. В декабре в СМИ появилась информация, что по состоянию на конец 2024 года в Комсомольске на Амуре находятся сейчас 20 новых Суперджетов в различной стадии готовности. Решение о накоплении лайнеров объясняется дальнейшим ускорением производства. После завершения процессов сертификации. Нынешние сроки предполагают передачу первых SJ-100 в 2026 году. Оснований для новых сдвигов сроков испытаний и сертификации новых самолетов на данный момент нет. Работы идут согласно графику. Согласно информации от представителя ОАК. И, наконец, переходим к главному проекту отечественной гражданской авиации. МС-21. Это российский среднемагистральный узкофюзеляжный самолет. В сентябре в СМИ появилась информация о планах создания укороченной версии МС-21. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Цитата. «В процессе реализации планов по созданию российских аналогов систем и авианики наших самолетов требуется и адаптация под них самой конструкции. Хорошим вариантом будет сделать дополнительно версию укороченного на одну секцию фюзеляжа самолета. Это позволит авиакомпаниям более эффективно эксплуатировать самолет с учетом получившихся весовых характеристик, сохранив исходные параметры по дальности полета при загрузке 140-150 человек». Конец цитаты. В декабре вместе с новостью о 20 суперджетах в различной стадии готовности появилась информация об аналогичном количестве самолетов МС-21. Около 20 МС-21, согласно информации и СМИ, в различных стадиях готовности находятся в Иркутском авиационном заводе. По срокам поставок изменений и сдвигов сроков также не ожидается. Первые МС-21 должны быть переданы заказчикам в 2025 году. В первой половине 2025 года ожидается начало сертификационных полетов полностью импортозамещенного самолета с двигателем ПД-14. Подведем общие итоги. Работы над всеми вышеперечисленными проектами продолжаются. Первые самолеты в восстановленном виде приступили к полетам. И имеются все предпосылки к передаче первых новых самолетов и началу серийного производства согласно заявленным срокам. Как вам итоги отечественной авиации этого года? Какие результаты ожидаете в 2025 году? Напишите в комментариях. Спасибо, что посмотрели и поставили лайк. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наш следующий ролик. Также не забудьте подписаться на нашу группу в ВК и канал на YouTube по ссылке в описании. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом! Спасибо, что были с нами в этом году. До встречи в 2025. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok